Добрый вечер всем! Ребята приехали машиной. Благодарим Светлый Путь за такую возможность, как автомобиль, этот привал, который купил этот чудесный автомобиль для того, чтобы мы выполняли задачи, которые непосредственно здесь есть. Благодарим всех людей, которые доверились привалу, собрали деньги на этот чудесный автомобиль. Благодарим фонд «Время помогать людям» в лице Максима за ремонт этого чудесного автомобиля. Благодаря этому мы будем выполнять не только боевые задачи, а также перемещаться по данной территории и выполнять их, а также спасать раненых, напередовать. Благодарим всех, кто принимал участие, особенно «Водоканал», который собрал такие чудесные буржуйки. Также благодарим всех людей, которые принимали участие в сборе и доставке данного груза. Это очень нам необходимо. Благодарим всех. Спасибо, что вы нас любите и цените нас. Итак, друзья, мы доставили посылочки для Бензи. Ночью уже я думал, что не найдем, но, как говорится, угадал, и мы попали прям туда, куда надо и в обраке. Кого вам посылочка пришел? Пришло от моего бывшего подчиненного. Заместитель командира 4-го взвода 6-й роты 95-го года выпуска. У Ольска вышла на ночь и лечить тыла. Я у них был командиром взвода. Сейчас работаю с замполитом. Спасибо, ребята, огромное. Юрец, не забывай командира. Ребята, спасибо вам за все, что вы нас помните, знаете и вспоминаете. С наступающим у вас 23 февраля. Самое главное, привези конверты для рассылки писем военнослужащим, благодарственным письмам, мамам, папам, на работу, на службу. Ребята, всем спасибо. Всех с праздником. Всех спасибо с 23 февраля и с Днем Афетичства. Спасибо. В общем, мы в 113-м доме отстываем и надеемся, что все достают. Ребята, в прошлый раз выгружались такси здесь. Можно тоже у кого-то пойти. В общем, мы с утра, ребятки, проснулись, а здесь у нас нет. Может быть, мы сами где-то в профтыкали, то есть мы пошли позаимствовали крышку с утра. В принципе, не понимаем, как же позаимствовали. Да. Отстал следующий день. Доброе утро всем, дорогие друзья. Утро начинает явно дископия. Явно, значит. А с направлением, просто не дороги, а направлением, ребят, мы ищем наших пацанов. Продолжаем, точнее, у нас еще и повторяется целая машинка. Но сегодня мы, надеюсь, будем заканчивать. Хотелось бы как можно больше достать посылочек 23 февраля, поэтому мы выспались, наверное. Ну, это лучше, чем полтора часа выспали в машине. Согласен. Сейчас возвращаемся к поискам. У нас на времени уже 7 часов 40 минут. Мы дождались, как только развело. Залили бензин в машину и двигаемся. Отключался, в один зашел. Тут, короче, никто не хочет открывать. Говорят, что, возможно, именно там они были. В другой зашел. Собака у меня чуть не напала. Хожу, что пришла. Отказался, Бакс 10 живет. И не знает, кто в соседних домах от них находится. Говорят, ходи стучи. Так вот, мы отдаем посылочку. На пятую роту обещают передать. Пошли для рассказы. Вот, смотрите, отдаю номера. Посылочку обещают передать. Обещаем. Радует, что ребята пообещали помочь. Все передадут. Тем более, свои. И встречаются с ними на всех собраниях. Ну, что, как они рассказывают, где кто стоит, то говорят, там, ребят, вам буханка не поможет. То есть, нам надо машина новая. Нам нужен Урал. Как минимум. Чтобы доставлять дальше, ребят. Все. Начинаем сбор на Урал. Я в шоке. Вот тут действительно, вот смотрите, вот, бац, направление. То есть, это не дорога, кипец. Что? Какая-то жена прислала. Дорогая жена, любимая, спасибо тебе за посылочки. От души. От души. Тракиста целый день. Ты, наверное, знаешь, вот из всех наших объемов больше всех ждал посылки. Знаешь, как тебе надо было? Тепло твоей жены, так что ждет тебя и любит. С наступающим, 23-м. Да. От души. Филина, ребята, забирают посылочку. Одна? Одну посылочку, да. И передадут. Мы вам верим. Мы вам передадим. У нас посылочка на гаубичную. Вот мы здесь находимся где-то, хридал сдать по войне. Я звоню, ну, как говорится, телефон вне зоны действия. Перезваниваю отправителю. А мне говорят, не напрягайтесь. Вне в настроении. Да нет, у меня вообще здесь хочется петь и танцевать. Настроение великолепное. Вот вы не поверите. А сейчас мы едем до моего друга в детство. Вместе в детский садик ходили. Он был под Донецком в том районе. Сейчас их перевели сюда, на Запорожье. И у меня от его жены есть посылочка, которую надо передать. Ну, а потом поедем уже на большие разгрузки. Чего тебе хочется вот? Домой. Просто домой. В вторые сутки, когда находишься в зоне боевых действий, там хочется очень сильно домой. А ребята здесь уже некоторые по 5-6 месяцев. И не были дома. Вообще какой-то, да? Вот сейчас сидим и разговариваем. Представь говорит, когда я уезжал там, ребенку было 2 месяца. А сейчас ему уже 7 месяцев. Ну, это же тот самый возраст, который пролетает очень быстро. И самое быстрое развитие ребенка. Мужчина сидит, о чем грустит. Потому что не видит, как растет его ребенок. Походу мы четенько приехали. Хорошо, что подморозил. У меня вот эти вот все моменты гораздо страшнее оказались. Так можно пройти нормально. Айти, айти, айти. Так, отлично. Зима. Домик оказался не тот. Жаль. То есть вот, отвечаю. Ребят, нам надо такая машина. Вот на ней мы куда хочешь, да? И вообще напрягаться не будем 100%. У меня с ними большой опыт. Да ладно. У них даже колеса с вами подкачиваются, да? У нас самовала, знаешь, что-то работает. О, все. Очень нужна машина. Можешь, что у кого-то есть. Дома стоить не надо. Да, будем очень рады принять. Слушайте, ну здесь вот двор еще бы, как бы, веселее. Да ладно, ты меня дождался. Ах, хе-хе-хе. Даже к вам заходить не надо. Я на связь пытаюсь нить. Здесь обрелки, это, свет вырубили, короче, понял, братик? От души. Мы тебя нашли. По машинам всем ручкой. Скажи всем огромнейший привет. Всем привет. Жене самогону. Скажи спасибо. Александр, я тебя люблю. Спасибо тебе за посылочку. Вот, передал. Нашли, сейчас передадим. Власе, мы победались. Теперь можно двигаться непосредственно. Хух. Самый большой, по идее, разгрузки наши. Но они не выходят на связь. Вчера выходили, сегодня не выходят. Сегодня глушат связь. В общем, вот так оно все и происходит. Мы едем к Спартаку. Они на передовой стоят. И что нам делать, как нам быть, мы будем сейчас об этом думать. О, а то спереди нам решили дорогу перекрыть. Скажите, а кто знает, как вот это называется? Не танка, а что такое? Более мощная пушка. Я таких, честно, раньше не видел. В позиции, там, находится полочка, где стояли наши ребята. И, ну, приходит понимание, потому что мы сейчас посетили большое количество фронта, о том, что очень много, так сказать, наше командование сделало того, чтобы обезопасить тех же самых наших солдат. Потому что везде практически стоят вот эти вот оборонительные редуты противотанковой рвы. И поездив, так сказать, сегодня, увидели, что это прям цельный такой организм, который можно охранять гораздо меньшим количеством людей. И, видите, высвобождаются силы, и меньше всяких противников ДРГ будет заходить к нам на территорию, в тыл наших ребят. И поэтому могут вот продвигаться более спокойно, имея крепкий тыл вперед. Время подходит у нас уже к 12 часам. Скоро выступать будет наш президент. А здесь такая, знаете, подозрительная тишина. Вчера сказали о том, что тишина прям на фронте во многих местах. Говорят, очень страшно от этого становится, то есть, когда все замерло. Знаете, вот, ждут чего-то в Украину. Приехал Байден. Мы ему передаем пламенный привет, Байден. Мы тоже здесь. Ждем выступления нашего президента. Если захочешь с нами встретиться, приезжай. Мы будем рады. Хочется... В сторону вербового стрелка там. Да, если что, мы там пологи вербовое сегодня. И немножечко выше будем выезжать. Надеюсь, что все получится. На этом устраиваются дальше породмительные редуты. Такие потом соединяются они проволокой, колючей проволокой. Стягиваются, чтобы их нельзя было растянуть. Работа колоссальная, ребята. И будем надеяться, что все будет в дальнейшем хорошо. Хотя как можно быть хорошо на войне? Тут тяжело. Так вот, наверное, больше звучит вполне. Дорога, по которой мы едем. То есть тут даже Уралы не могут нормально разогнаться. И нам такой дороги около ДТУ. Чтобы не соврать, еще 27 километров. Я надеюсь, мы прорвемся. Я хочу показать дороги даже в поселках, ребята. Тут, короче, просто... Смотри, жжут красивый, свеже покрашенный памятник. Прям яркий такой. О, вот пацаны едут за пивом. Вообще, мужичка. У-ху, красавца. Пацаны, они тут посреди поля живут. Спрашивают, ну, про тех, кого сами ищем. Я на 98-й полк нету. К сожалению, вот так вот посылочек все ждут. Ребята, так что не забывайте про своих бойцов. Отправляйте им что-нибудь. Особенно какие-нибудь письма теплые. Чтобы согревали в холод. Дни и ночи здесь на передовой. Чтобы показать, как разносят здесь дома. Это дом культуры. Дом культуры прям. Для Миши вообще это прям такая трагедия, да? Да, то, что он работник культуры. Последствия прилетов делают просто жуткие кадры. Сходимся просто на передовой. И здесь уже бьют друг по другу. Ближе становятся наши приближения. Хочется, тем больше танков передовой. И тем более жесткая дорога. Дорога это уже сложно дозвать просто какое-то направление куда-то. Мы едем. Просто по колее пытаешься ехать. Вот это к тому, какая машина нужна. Вот мечтаем об Урале, ребят. Слушай, мне вот дальше не нравится уже прям. Надо включать мосты, походу, да? Еще тут приплывем. Ну, осталось чуть-чуть. А где интересно тут река и мост посреди поселка, ты видел? Нет. Я в туход. Вот это огнище. Туда давай, туда лезь. Туда не полез. Вообще жуть просто, ребята. Мне кажется, мы туда не должны ехать. Мне что-то тоже так кажется. Что-то какая-то фигмент. Давай вернемся обратно и попробуем позвонить. Как-то все говорят, возьмите позвонить. Ребят, мы вообще не можем позвонить. У нас просто такая звонить телефон будет, говорю, а ну нафиг. Просто вот так показывает. Нет связи. От слова совсем. На всех сим-картах, которые только есть. Ну, война, рэп работает. Значит, у нас теперь движение назад. То, что вперед туда не вариант. Нам на КПП надо. Ну, ты говоришь, КПП либо там где-то центр поселка. Блядь, а какое КПП? Ну, тут нет КПП. Такие опасные передвижения здесь по дворам. Ну, вот так вот машина пытается выезжать. Поэтому все у нас очень-очень весело происходит. Но едет, Максим, смотри, не надо нам дыкзевая резина. Ну, да, тут буханочка. Как-то. А ты, короче, вот так вот буксу. Тебе уже пофиг на все. Ребята, мы нашли Спартака. Это прям счастье. Просто в один момент приспичивая в туалет, короче, мы остановились. У нас появилась связь. В туалет, наверное, как и не сходили. Но вышел на связь Спартак, и мы договорились, где все-таки встретимся. На одном из КПП, на которых нас видели, возвращаемся обратно. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже Миша улыбаться, да, человек? Чуть-чуть. Блин, две девушки женщины, поэтому он улыбается. Женебишный привет. Кстати, каждое утро Компотику звонит. Да? Да. Первым долгом. Ты проснулся, говорит, сначала, что я позвоню, потом жить вот это любит. Эх, так что женщины, всем, кому он улыбается, не надеетесь. Так, у нас был самый большой сбор моей машинки. 39 коробок. Мы доехали. Ребята вот с передовой вышли быстренько у нас это все забрать и уйти. Но у меня вот задача познакомить вас. Жильцов Сергей Владимирович. Почему тебя так сильно любят АИТ? Расскажи, как есть, что ты? Ну, теща моя. Я их тоже люблю, семья. Что им надо сказать? Им надо сказать огромное спасибо вам за все, за помощь. Вот твои друзья, которые здесь стоят, они удивились, тоже сказали, хотим такую тещу. Это действительно отличается. Так, многоуважаемый АИТ, мы для вас записываем второй раз видео, потому что первый раз у нас не записал микрофон. Они просили, чтобы ты по большим сказал, передал приветы, потому что сам видишь, какой огромный сбор они произвели. И 39 коробок, генератор и еще и масс-сеть мы привезли, доставили тебе. Вот ребята с передовой приехали, они находятся не здесь, мы просто встретились, так сказать, в центре поселка, потому что на передовую, к сожалению, не проехать. У нас большая распутница, мы пытались это сделать, но возможности такой нет. И вот хорошо, что получилось пересечься здесь. Мам, я ребятам на подразделении передаю вашей сетке Наташей вот этот вот набор медицинский, чтобы им тоже теплее понимали, кому будет. Вообще сам откуда? Сам из Дагестана, Республика Дагестан, Кизлярский район. Вот как бывает. Родина моя. Скажи мне, как вообще здесь, тяжело, не тяжело по отношению? Терпимо, как бы так скажу. Ну, бывает моментами тяжело, а так, ну, терпимо, в отпуск хочется, больше всего. Сколько ты здесь находишься? Пять месяцев. То есть уже хочется съездить домой, на вывочку. У вас есть те, кто из ваших подразделений, там, на полка уже ездили отдыхать? С нашего полка, да, были. Вот сейчас мы тоже ждем, надеемся, что через полгода мы тоже съездим в отпуск на две недели. Через месяц, когда будет полгода, кто не так поймут. Ну, да, остался месяц, будем надеяться. Бывает, что мы обязательно пообещаем, что ты придешь в АИД. Съезжу в АИД обязательно. Как здесь было тебе? Да, большое спасибо им, огромное спасибо, что помогаете нам. Лично от себя хочу поблагодарить АИД, потому что они постоянно участвуют и в сборах, и помогают, и загружают, и сортируют. Ну, в общем, АИДу огромное спасибо и всем детям, которые там учатся, вы большие молодцы. И даже вот эту сеть маскировочную дети сплели сами. То есть это, ну, я, может быть, ошибаюсь, может быть, не именно эту, но они участвовали и в сетях тоже. Всех, кто помогает, всем, абсолютно всем, огромное спасибо. Мы любим вас. Я приеду, обязательно вам расскажу, что расскажу, что нет, что можно, что нельзя. А так, еще огромное. Расскажи просто, в каких условиях вы проживаете? Проживаем мы в землянках. Оборудованная выратая яма, усиленными бревнами сделана крыша. Обшитое все внутри, печка. Главное, тепло, уютно. Проживают нас 4 человека там. Я с командиром взвода живу. Ну, командир взвода звучит так грозно. Во взводе сколько человек? Во взводе 32 человека. Ты у нас ответственный человек, это, на самом деле, очень тоже важно. Ну, мы желаем тебе, чтобы ты скорее поехал. И вот, ты вообще, в принципе, возвращался домой. От всех вот нас, огромное тебе спасибо за твою работу. И поздравляем вас всех 23 мукупачек февраля. Спасибо, спасибо большое. Отдельный привет еще хочу передать сыну. Жильцову Владимиру Сергеевичу. Евгении Юрьевны Пономаревой. И Пономареву Владимиру Владимировичу. Время помогать людям. Вам спасибо за доставку. Огромное спасибо. От душе. В общем, ребята, это была одна из самых сложных доставок, потому что дорог здесь нет. Ехать сюда от ближайшего асфальта порядка 40 километров. Это было долго, тяжело. То есть это вот на один день доставки. Ну, я счастлив тогда. Мы можем увидеть ребят, которые здесь уже получили свои посылки. Это самое дорогое торопечевое, в принципе, это и делаем. Моталыги катаются, ребята, в маске. Это год. Часа мы нашли, передали через начальников его. Артур Кашканян мы передали через Барс-1 посылочку. Ушла. Спартака самое главное рад был увидеть, потому что теперь у нас машинка выглядит вот так вот. Немножечко у нас осталось посылок на Федоровку. Говорят, там звездец просто. Я вот думал, где же он нас найдет. Оказывается, вот куда-то надо ехать. Миша на Федоровку. Ну, я, кстати, рад. Мы самое главное, что столько радости доставили. Кстати, здесь мы узнали, что вот посекло Дом культуры, а там был вообще магазин его снесло нафиг. Мы решили сходить в магазинчик. Тут, в принципе, и такой есть. Местные жители. Миша что-то не водошелил вон таким магазином. Мы передовольны, в принципе. Основное-то есть. Даже мол, кто домашний продает. Ну, выбор что-то прям совсем невеликий. Это самый пустой магазин из всех, которых я видел. Хотя поселок довольно-таки большой. Вот так вот. Даже продукты до сюда коммерция не особо доезжает. Пролетели ребята. Вы думали, это был единичный случай, когда ребята в масках-то хейтись. Вот все в масках едут. Нырятельных таких, чтобы грязь не залетала. Они же нет ничего. Смотрится это, блин. Конечно, улыбку вызывает. С этим населенным пунктом у нас связь закончена. Мы все здесь раздали, передали. Это самое важное. А сейчас мы делаем экскурсию для Михаила. Он просто там никогда не был. Мечтал побывать в пологах. Да, почему бы и нет. Вот едем в пологе. Думаю, это у нас не сама цель нашего путешествия. Потому что, вы же знаете, мы любим путешествовать, куда бы это ни было. Главное, говорится, двигаться. Поедем мы на передовые позиции в этом направлении. То есть не буду пока их озвучить. Просто не знаю, насколько там тяжело. И поедем туда впервые. Миша очень хочет там побывать. Говорит, домой не хочу. Поехали посмотрим. В пологе, да. А лучше еще дальше. Дальше. Куда мы, собственно, и едем. Вы причем уже знаете, что там сказал наш президент, а мы еще не знаем. И до сих пор еще не видели Байдена. Поехали, вы спросите, может, Байден расскажете. Что там дальше будет. Меня напрягает. И не только меня, а вообще всех вокруг. Потому что сложилась какая-то, знаете, такая тишина. Вот мы в прошлые разы приезжали, фронт работал. Там, знаете, везде выходы, прилеты и так далее. Мы сейчас приехали в эти же места. Здесь даже все, ситуация больше там накалилась, изменилась. А мы всего лишь два выхода, да, слышали? Да. Я на самом деле, знаешь, о чем мечтаю? То, что вот сейчас Владимир Владимирович выступил по телевизору. Мы едем, мы же не знаем, да, о чем речь. Да. Вот мы едем туда, вот далеко-далеко, в страшные места, а война закончилась. Вот это было бы... Прикинь, хайф был бы, да? Ну, ты сейчас виделись с такой толком, аж до мурашек, ты знаешь? Хотелось бы. Да. Скорее бы, мирное небо, чтобы потом вспоминать эти истории жизни своей, как какую-то сюрру. Вот я до сих пор даже не верю, понимаешь, что это происходит. Что это все вокруг нас творится, что мы живем на войне. Это вот мы, да, мирняк. Не понимаю, тут можно многие взводы, а вы что, мирны, что ли? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот дебилы. Вот так и живем. Ладно, поехали. Миш, надо пацанам праздник привезти, постараться. Блин, мы в пробку попали, до войны, короче. Это тоже будет. Это Мотолыга, TCB трактора возле, их везет куда-то там, вон тот Урал. В общем, все у нас весело и прикольно. Друзья, находимся мы сейчас в населенном пункте Дом культуры Медкошений, что, короче, что прям какая-то война с Домами культуры шла, расхолбатили, сейчас покажу вам. Тут вообще какие-то военные действия идут, да, музыку перекрывают, а прям, не знаю, что там делать будет дальше. В общем, это Дом культуры, разбитые окна, тепло, любитая, жуткая картина. Я не берусь, конечно, говорить, что сюда попало, полетело сюда, жестко, конечно, это. Не могу сказать, насколько это опасно, безопасно, но предлагаю вам немножко подлететь вообще. Красные сапоги. Ёк-макарёк. Жуткая картинка, я очень надеюсь, что здесь ходили люди, зонированные ничего нету. Бетонные плиты просто промяло. Ладно, козыбок он и так ломается, да, ничего удивительного нету. И здесь провалило все вообще на актовый зал. Точно. С улицы, с той стороны, вам показать будут возможности подняться. На второй этаж я пока, к сожалению, не увидел. Я очень хочу верить, что здесь не было людей. И костюмы валяются в тот момент, когда сюда прилетело. На кадре, конечно, просто получающе. А вот вам охренеть. Просто не знаю, чья это техника. Я понимаю, какую вообще причину, почему здесь был прилет. Здесь стояла рядом техника. И поэтому не упомбили. Также вот к вопросу задают люди, где-то куда воздух все делается, куда идут расходы. Любовь, конечно, попасть. Вот такие удары. Вот вам, пожалуйста, полевая кухня. И все уничтожается. Какая-то пила бензопи. Я понимаю, что здесь обеспечение машина стояла. Потому что генератор нету. Еще картушки с проводами. Что за транспорт разнесло. Что это было, ребята? Вот что это прилетело? Что металлический транспорт. А здесь, походу, весь СМ стояла. Бочка выгорела. И еще одна. Но туда дальше валяется мотор. Просто жуткая картинка. Немножечко пробуксовались. Видите, опять заехали Тайу Курей. Урау. Да, бучок этот не хочется нам вырезать. Очень не хочется. И все. Погнали. Выключаем хабы. В общем, дороги здесь нам дороги. Шахтеры Кузбасса. От души вам спасибо, что мы можем ездить сейчас на этом транспорте. Любая другая машина в таких ситуациях... Блин, это, ну, бы хана. Все. Выключаем. Вот, что-то же отключат. И Виктория нас понесет дальше. Путь-дорогу. В Ново-Андреевке, да, правильно называется? И тут военторг. Магазиты работают, блин. То есть солдаты могут прийти, купить себе форму. На передовой. Так мы не в Ново-Андреевке. Так? Ну, в Тарасовке. Мы что-нибудь в Тарасовке. Раздолбанный завод возле жилей или магазин. Что здесь было на въезде? Ну, страшное место, потому что оно постоянно под обстрелами находится. Выглядит довольно-таки, так сказать, печально. Вот он оказался. Раздолбан еще и заводская территория. Тоже столько выбито. Это все именно от прилетов. Прилетов и куска здания просто нет. И даже не пытаются, видите, восстанавливать. Там внутри, смотри, даже машины какие-то стоят. Все потекло, все побило. Вот это там территория прям очень сильно пострадает. Смотрите, вот так вот находят последнюю свою жизнь машины. По городу сейчас постоянно что-то прилетает. Потому что здесь ведутся и боевые действия. И, в большом состоянии, очень много разрушиваются. Это второе кладбище проезжаем. Вот такого раньше нигде не видел. Это говорит о том, что, в принципе, так-то не маленький населенный пол. Галоразбитый стул. Прикольно. Там, кто там прилет. Почему-то вот именно, знаешь, где магазины. То есть туда, куда людей, площадь всего притягивает. Именно в эти места как бы противник и бьет. Такие страшные кадры. Тоже был прилет. Позабиты окна. Там дальше большие дома. Ласка вопросима. Чай, харчи, какаво. Тигр. И тигр здесь уже питается. Сейчас еще два тигра пойдут покручать. Еще залив тигр, Вася. Пожалуйста. Обновичивание, пополнение мобильного телефона. Все, что хочешь. По цене-ка можете посмотреть. Кова по сутки большая, по 150. И фанта по 200. Здесь выбор, конечно, гораздо больше, чем в том магазине. Да, вот разница между передовой и тем, как здесь все выглядит. У меня бочки по 130, по 80 есть. Чеснок 250. 65. Картошечки 60. И молочко можете подбудить. Кефир 50. Кефир, кстати. Уже, то есть, топольский. Вот так вот, разный выбор. И фрукты. То есть, солдаты сейчас здесь покупают продукты. То есть, в принципе, все здесь присутствуют. Выбор довольно-таки большущий. Сливы. 400. Пич-пакет, пожалуйста. По 80. 100 рублей 70. Вы побили рекорд. Да. Здесь можете посмотреть. Тут из мясных. И рыбка. Это все заморозка. Типыля, пацаны, которые закупаются. Он под беды маленько. Да, видите, вот пострелянный уже. Так. Звук, правда, мне движка не особо нравится. И с этой стороны целый. Смотри, байк. Смотри, как. Как выглядит тигруля изнутри. Охидеть, аппарат. Это жуткая картинка. Мы проехали по логе, ребятки. Здесь можете увидеть, что происходит просто. Это разбитый производственный центр. Смотрите, как все это смотрится страшно. Стремненько. Все еще гремит металл. И на нас находится еще плохая погода. Нам надо двигаться дальше. Всем привет. Мы победили. Были последние коробочки. Амур, фин. Передаем вам посылки. Бизон все привезет. Вот. Миссия выполнена. Практически. Это дальневосточники. Опять-таки мы встретились. Вообще, расскажи, как у вас там обстоятельства. Потому что дальневосточники меня смотрят в большом количестве. И все спрашивают, а что там, а как там. Ну, где наши, мы их не видим. Расскажи. Ну, вкратце, обстановка у нас, так скажем, как и везде, напряженно, стабильная. Ребятки потихоньку, ежедневно продвигаются вперед. Очень часто проходит ротация, как бы, в принципе. Из-за этого, может быть, у нас ее есть. Не удается нас найти, потому что мы неделя через неделю. В общем, не буду называть сроки определенные. Постоянно ротируемся, меняем друг дружку. Сколько вы здесь думаете? Постоянно перебросим. Здесь нахожусь уже пятый месяц. Когда вообще домой на побывку? Ну, не знаю, на побывку пока не торопимся. В принципе, надо доделать наше дело правое. А там уже отдохнуть всегда успеем. Не торопимся домой. Ребята, да, торопятся все, конечно. Нет, имеется в виду, что все говорят, что так хочется хотя бы водки дома, хотя бы водки домой. Как только, конечно, никто не говорил, что все хочу домой. Все вот так же говорят, но все хотят домой, родные. Домой, конечно, хотят все, безусловно. В этой обстановке, так скажем, находиться сложно, непривычно. В этой обстановке для нас, но реально. В принципе, уже все за это время привыкли. Ребята адаптировались. Очень хорошо и благодарим то, что идет поддержка с нашей необъятной Россией. То есть граждане практически со всех регионов отправляют нам различного рода поддержку. Наше Запорожье, но мы не так давно на этом направлении работаем. До этого мы работали на южно-донецком направлении. То есть на приграничье у нас была территория там. Сейчас конкретно Запорожье. Будем, наверное, продвигаться. И не скажу, куда будем подвигаться для нашей же безопасности. В 23 феврале. То есть я к этому дню буду монтировать ролик. Поздравляю. Это мое в этот раз последнее поздравление от души. Парас, спасибо. Ребята, мы двигаемся дальше. Вагнера подъеду, слушай. Я прям почти сейчас. Самые благодарные люди вот в этом ромате. Короче, мы начали развлечение себя. Решили искать легких путей. Едем. Дороги нет практически. О, ех. Тут, тут, тут. Язык мой враг мой. Короче, меня все говорит. Так вот сейчас мы найдем себе проблемы. В ду-дух пошел град. Я говорю, дорога была в Болипеде, ехали. Дороги нет, бац, дорога кончилась. В общем, мы пытаемся срезать путь, чтобы не ехать через Мариуполь, а потом ехать на Пердянск. Просто хочется почему-то, нам хочется через Крымский мост. Вот мы хотим рискнуть на Буханке вернуться обратно. Проверить слова того погремничника, который нам сказал, что там мужики. Без базара. Да, пройдете на Буханке обратно через Крымский мост. Потому что в прошлый раз Миша на фургоне, когда выезжал, у них два фургона остались там. И пришлось ехать чисто только на пароме. И вот мы решили проверить судьбу, а пройдет ли Буханка обратно. Вот скучно там. Нормально. Тут где-то налево. Налево? Да. Ну, на самом деле классно, вы знаете, у вас вот этот ролик, сколько бы он ни шел, он вот так чпотка и закончился. Можно перемотать. А у нас тут жизнь не мотается. У нас тут еще, как говорится, постоянная угроза. Приехали опять какой-то большевок с военными. Разрушенный. Че-то или он просто не скрыжит. Не-не-не, это прилет. Видишь, что бы повыбивало. И причем столько пластиковые стоят. Не прикинь, вот прям на фоне церкви. Смотрите, тоже большое здание прилетело и церковь рядом. Вот так вот. Короче, ребят, вы посмотрели дорогу, которая уходит в сега лицов? Смотрите, она такая вся полностью разбита. Нахрен. Развернулись и идем обратно по трассу. Поедем мы, наверное, через Мариуполь, а там уже посмотрим. Начался ливень. Град, дождь, ливень. Как бы все, как мы любят. Ни шагу без легкости, так как говорится. Везде только сложности. Вообще, дороги это отдельная тема этого путешествия. Ну, и едем. Главное, что у нас есть еще 40 литров бензина. И это нам хватит как минимум на 200 километров. Это, по идее, мы до куда-то доедем. Ну что, летим опять по трассе, под дождем, но хотя бы двигаемся с нормальной скоростью. На Мариуполе она ввечет 111 километров, 17, 50 прибавим туда. Час 43, должны провести время в пути. Мы вам показать, что мы подъезжаем. Нам еще километров 10, а здесь уже начинаются пробочки. Короче, есть фу, которые стоят на пробочках. Мы сделали это, пригнали машину, только добрались до парней. Ребят, спасибо всем, кто помог. В особенности «Светлый путь». Вы огромные молодцы, что вы собрали деньги, что вы доверились Привалу, Ольге. Пацанам это реально было необходимо. Вот, вам огромная человеческая. Огромная благодарность всем тем, кто вообще принимал участие в этих сборах. Фонд «Время помогать людям», «Время быть вместе», ЖК «Красная площадь», школы номер 6, номер 4, номер 11, 9-й В, номер 5, номер 2, 4-й А класс, школа номер 12, 3-й Г. Детский сад «Ромашка», АИД, АИД вообще за постоянную помощь. Медицинский центр «Вектор здоровья», магазин «Стандарт Кровля», СТО «Авторитет», торговый дом «Пирамида», магазин «Прораб», волонтерам фонда «Время помогать людям». Швей команды «Феечки СВО», группу «Крыльями за твоей спиной», СТО «Вектор», аптека «Фитофарм», девочкам за пряники. Пряники вообще вот такие вот бомбовские получились. Котлеты «Пушка». Котлеты. Татьяну Дунаеву и жителей «За окопные свечи» из Гастагаевской. Предпринимателей «Станицы Анапской» за мясо. Алину Баранову за тысячу котлет, которые она пожарила собственноручно за одну ночь. Похлопайте, мужики. Жители поселка «Стрелка» за тысячу блинов, которые пожарили тоже там за одну ночь. Ольгу Диль и жители «Светлый путь» за покупку УАЗика. Спасибо огромное. Благодарим вас. Любовь Стрелову и волонтеров, девочек, за выпечку. За предоставленную кухню в ночное время для выпечки пирожков, блинов и котлет. И.П. Симченко, хутор «Белый». От души спасибо. Пекарню «Пышка» из Станицы Гастагаевской за хлеб из дуба. И кулинарию Станицы Анапская «Викторию». Вы все большие молодцы, мы делаем одно общее дело. Я думаю, мы победим обязательно с такими тылами, с таким передом. Мы обязательно все сделаем правильно. Мы вас всех любим. Еще раз спасибо. Огромное спасибо. Спасибо вам большое всем. От души и всех наших защитников с 23 февраля. От души, ребята, спасибо вам за риск вашей жизни для нашей безопасности. Спасибо за вашу поддержку. Подходит к концу очередная, я уже не знаю там, какая по счету поездка на СВО. И вот в этот момент мы с Мишей для себя отметили, что был кайф в том, что вы практически не слышали выстрелы. Да, мы немножко сами постреляли с СВД. Пару выходов наших, ни одного прилета не слышали. Это самое, наверное, хорошее из всего того, что вообще происходило за все это время. Потому что была какая-то тишина. Дай Бог, чтобы так и было. Тишина стала постоянным и закономерным явлением. Пришла, как говорится, в нашу жизнь мирная и прекрасная хана. Очень хорошо здесь не было, но по факту мы получили огромное количество эмоций от людей, которые получили от нас внимание. Подъезжаем к дому, осталось нам 30 километров сделать. Мы уже в районе Фадеева, чтобы на 23 февраля у всех были подарки от своих близких. Мы, по крайней мере, постарались сделать максимально от нас зависящего, для того, чтобы этот праздник был у всех наших, так сказать, знакомых, друзей и товарищей. Ребятки, всем мирного неба, всем желаю счастья, любви, долгих лет. И чтобы вокруг вас было только прекрасное и самое красивое. Красивое. Что бы вы ни любили, оно вас окружало. Мы это сделали. Очень рад, что у нас все получилось, в принципе, на 98%. Сейчас ехали, разговаривали с Юрой. Я говорю, оно стоит того, чтобы видеть глаза пацанов, до которых ты добираешься, которые находятся в блиндажах, ничего не видят. И тут, тадам, мы с посылками. И вот этот вот щенячий восторг у прожженного вояки, это, блин, оно дорогого стоит, реально. Вот только ради этого я готов наматывать тысячи километров днями и ночами. Куда за эту поездку? Ну, две с половиной, там плюс-минус 50 километров. Реально хочется, чтобы это все закончилось. Чтобы все это закончилось. А так, в целом, мы будем это все делать дальше. Это даже не обсуждается. Нас не остановишь ничем. Да, Юрий? И недавно моя мама начала смотреть твой канал. Да, пользуясь случаем. Мамуся, я тебя люблю. Ирина Борисовна, город Калхан. Самое главное, чтобы теперь не можем шутки за 300. Не надо. Да. Где будет по-серьезному? Ну, вот, собственно. Всем привет, увидимся в следующий раз. Вот, и вот она, она. Успел. Ну.